Всем привет! Сегодня у меня для вас немножко необычный обзор. Он будет связан с поступающей информацией в сети интернет о повышении цен на некоторые продукты питания и на отсутствие некоторых продуктов в магазинах, а именно на дефицит этих товаров. Сделать этот обзор меня сподвиг вчерашний разговор с моей бабушкой. Она территориально живет в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что во многих магазинах города отсутствует сахарный песок, а цена на капусту стала какая-то заоблачная. В некоторых магазинах она стоит 120 рублей, а в каких-то даже 190. Для разбора я возьму два популярных магазина Краснодарского края. Это магазин Магнит и магазин Пятерочка. Территориально я нахожусь в Геленджике, поэтому эти цены будут актуальны именно для города Геленджик. Сперва зайдем в магазин Магнит. Обойдем его постепенно слева направо. Ну, сразу же заходим в фруктово-овощной отдел. Бананы здесь гнилые. 90 рублей. Давайте едем глянем на яблочки. Яблочки подорожали. Вот такие цены. Самое главное посмотреть капусту. Капуста нынче всему голова. Капуста стоит 106 рублей. 107 вернее. Помидорчики 108. Помидоры не подорожали. Но если подорожали, то совсем немного. Пропустим. Так что здесь кофе. Кофе, конечно, подорожало. Самое главное это сахар посмотреть. Сахар, сахар, сахар. Как и капуста. Самое важное нынче. Так, а что хлеб. Хлеба достаточно, хоть и отдел небольшой. Цены не выросли сильно. Яйца. Такие цены. 76 рублей. И цо первой категории. Молоко не подорожало. Хотя немного, пожалуй, подорожало. Практически незаметно. Так, где интересно у них сахар прячется. Надо его обязательно найти. Ну и да, гречку посмотреть, конечно. Гречку, гречку посмотреть. Ага, гречка вот она. Гречка нашлась. Ну вот тут даже, слушайте. За 70 рублей по акции неплохо. Неплохо. Пока неплохо. Мука, соль на месте. Или же сахар. Ну вот сахар, оказывается, с мукой был рядом. А вот сахар на песок. Интересно, где он спрятался. Здравствуйте, я прошу прощения. Не могу сахар найти. Сахар вот там, где мука, масло, сливочное. Ой, господи, растительное. Спасибо. Отправили меня туда же, где в принципе я и был. Здесь только сахар. Где сахарный песок? Ну, будем делать выводы, что здесь в магните сахар закончился. Вернее, сахарный песок. Сахар-то есть. Ладно, на выход. Мне уже немного позже продавец сказал, что сахарный песок весь разобрали. В данный момент в магните его нет. Но сказала, что обещали, что сахарный песок сегодня завезут. А теперь идемте в пятерочку. Ну что, обойдем в магазин справа налево. Вот столько стоят фрукты. Яблоки немного подорожали. Бананы тоже 100 рублей стоят. Но это неудивительно, что бананы подорожали. Идемте дальше. Курица подорожала немного. Рублей на 20 на 30. Все в наличии есть. Что самое главное, самое острое, это сахар в настоящий момент. Ну пожалуйста. Сахар стоит 70 рублей. Сахара достаточно. Яйца тоже не подорожали. Молочка стоит. Молочка стоит сколько и месяц назад. Макарошки, пожалуйста, любые. Цена выросла, но не сильно. Практически незаметно. Идем дальше. Через лабиринты магазина. Покусать хочешь хлеб? Хлебный отдел. Но хлеб не подорожал. Стоит столько же, сколько. И стоил до 24 февраля. В алкогольный отдел не пойдем. Мне все равно на цены на алкоголь. Пью я редко. Овощи, картошечка, морковка все на месте. Посмотрим, сколько стоит капуста. Капуста стоит 116 рублей. Не знаю, сколько она стоила до спецоперации, так называемой, на Украине. Я особо капусту часто не покупал. Но думаю, гораздо дешевле. Ну вот. Пятерочку все обошел. Идем на выход. Ну что ж, вы сами все увидели. Какой вывод можно сделать? Да, цены немножко выросли на отдельные виды товара. Дефицита в Геленджике не наблюдается. Единственное, специально заострил внимание на стоимость капусты. Да, капуста, скорее всего, подорожала. Как я уже сказал, я не помню, сколько она стоила раньше. Но явно не 120 рублей. Но, к счастью, она не стоит 190 рублей, как, например, в Санкт-Петербурге. Ну что, надеюсь, этот видеоролик вам понравился. Если так, оцените его, подписывайтесь на канал. И приезжайте на отдых в замечательный город-курорт Геленджик. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok